Смотрите, сегодня с вами я, юрист в Дубае, Иман Искараева. Хочу с вами обсудить перемены в 2022 году в Дубае, какие произошли перемены, с чем они связаны. Вы понимаете, что сейчас очень время такое у нас, в принципе, время больших перемен. Все это, скажем, турбулентный, я бы сказала, период какой-то, когда раскачиваются разные влияния. Мы, Объединенные Арабские Эмираты, при всем при том, что стараются держаться вдалеке и нацелены на развитие бизнеса, привлечение инвестиций, тем не менее, есть влияние, есть интересные нормы закона принятые. Я сейчас рассказывала, пока вы меня не слышали, рассказывала о том, что есть перемены в сфере, скажем, теории права, когда есть перемены, связанные с практикой применения. Есть еще очень важный момент, который я хочу ваше внимание обратить на этот момент, друзья, что есть скрытые какие-то перемены, о которых вы не догадываетесь, ну и, в принципе, мы не узнаем, потому что есть далекие свои, скажем, предпосылки для того или иного решения, принимаемого страной, в отношении тех или иных граждан или в отношении тех или их норм. Поэтому не все то, что написано в теории, может быть реализовано. Я сейчас вам, кстати, расскажу об этих нормах и хотела бы вам разделить на сферы, какие вообще изменения претерпели. Вообще за последние несколько лет были бреспрецедентные изменения, скажем, в Объединенных Арабских Эмиратах. Очень мы, юристы, не успеваем следить за изменениями, не то что простые граждане, поэтому вы, наверное, на себя ощущаете. Сейчас, например, условно что-то, какие-то моратории объявляют, что-то отменяют, что-то вводят. Это все очень быстро. Я часто говорила об этом, что в Объединенных Арабских Эмиратах, кстати, друзья, в отличие от наших стран, тут же нету такой огромной палаты парламента, где там какие-то чтения законов. Все принимается очень быстро. Даже сами простые граждане не поспевают на местах, в госорганах, когда вы приходите и говорите, вот ввели золотую визу, расскажите, как ее условно получить. Они не успевают понять вообще, что и как поменяли. С этим я часто сталкиваюсь в работе, потому что на самом деле, ну, сами понимаете, когда все это сверху приняли, а на местах еще не спустили, это нормальное явление, но это и дает такое хорошее преимущество стране, когда мы можем быстро внедрить в этой стране, опробировать, внедрить и понять, подходит эта норма или нет, и исключить. Сейчас расскажу вам основные нормы, сферы, которые претерпели изменения в 2022 году. Сегодня у нас уже первые числа ноября, скоро у нас уже этот год закончится, и рано подводить итоги, но мы, в принципе, каждый на себе ощутим изменения. В первую очередь, конечно, визовые вопросы, друзья, поменялись. Вы помните, я тут и в новостях выкладывала, и в целом, если интересно, кстати, нужно мне тоже отдельный момент, этот закон выложить для вас, для того, чтобы понимание, да, у нас и 60 дней, у нас и 2 года стало теперь, у нас по сфере недвижимости также поменялись какие-то нормы, об этом я скажу позже. У нас также трудовые вопросы поменялись с начала года, если вы помните, я делала прямой эфир 2 февраля, это было введено в законе, у нас есть законы по компании поменялись. Кстати, не все до сих пор знают, почему ко мне до сих пор приходят на консультацию компании, которым зачем-то навязали местного партнера. Вот скажите, пожалуйста, всем своим друзьям, коллегам, кто не в курсе, кто не слышал, что сейчас обязательно требование там иметь у себя местного партнера, практически по многим компаниям это убрали. То есть, в принципе, 90% случаев вы можете открыть сами без, я имею в виду сейчас открытие в Мейнленде. Ну, чтобы не уходить в сторону, в принципе, продолжаю по нормам, которые изменили у нас законы по компаниям. Имейте в виду, что банковские тоже отрасли претерпели изменения, у нас есть и грядут налоговые изменения в законодательстве, у нас будет внедрен корпоративный налог в следующем году, у нас в этой связи роль бухгалтеров будет уже на особом почете, потому что если до сих пор вы наслаждаетесь тем, что страна, собственно, не лезет и не считает, какая у вас прибыль, какие убытки, то теперь впереди, в следующем году готовьтесь к тому, что вы будете, в принципе, учет вести по международным стандартам, вам нужно будет уже более внимательно относиться к своим приходам и расходам, все это правильно сажать. Это, наверное, опять уйду в эту тему, рассказывая, но я хотела бы сейчас просто обобщить, какие у нас есть изменения. Теперь у нас по сфере недвижимости, вы знаете, что сейчас меньше, чем на 2 миллиона дирхам, если вы вложились, то уже не светит вам, по крайней мере, приостановили возможность получения визы резидента. Вы помните, да, мы всегда знали, что 205 тысяч долларов или 750 тысяч дирхам, и вы можете получить визу резидента, как инвестор в недвижимость. Сейчас этот порог опять увеличили до 2 миллионов, пока они оставили, будут возвращать, обещают, просто перебьют на 2 года, то есть до сих пор это было 3 года, соответственно, каждые 2 года, сейчас, кстати, и виза в недвижимость, кто инвестирует в бизнес, они также сейчас остались на уровне, что 2 года. То есть для тех, кто даже получал сейчас на 3 года, сократили на 2 года, друзья, этот фактор тоже важен, имейте в виду. И еще я бы вообще в целом, друзья, очень такой важный момент, мы, юристы, это изучаем, у нас это часто, и это очень важный момент, когда мы говорим, изменения бывают, перемены в теории, право существует, существует практика применения законов, и существует даже, скажем, я бы сейчас здесь отдельно выделила бы еще и скрытые изменения, именно сейчас я приведу примеры того, вот в теории, например, друзья, да, вот все, что вы читаете, какие законы, это не означает, что все сейчас пошли и применили, и вот это вам легко и просто. Такая классическая норма, которая изменения, это получение гражданства этой страны, то есть это в теории, это как бы всем открыли такую возможность, как бы, да, но идите на практике, попробуйте получить гражданство этой страны, ну, то есть я уже не буду в это углубляться, но хочу вам этим примером донести, что все, что вы читаете, вот сейчас очень часто еще люди приходят, говорят, мы прочитали, вот такой закон вели, я имею право там получить, вы, может быть, и имеете теоретически на практике, извините, вы пройдете семь кругов ада, прежде чем поймете, что вам это и не рентабельно, и неинтересно, и вообще как бы не имеет никаких преимуществ, поэтому не все то золото, что блестит, не все то правда, что публикуется в плане того, что от того момента, как вы для себя это представляете, и как это в реалии, существует огромная пропасть, друзья, поэтому я вам еще, кстати, в конце расскажу, как с этим вообще здесь можно было бы для себя безопасить в будущем. Что касается практики применения права, друзья, очень интересное тоже такое у нас в юриспруденции, мы это изучаем, когда одно написали, другое на практике, да, вот условно практика применения сейчас классический пример того, что банковские счета трудно открыть, условно не запрещается, да, в принципе открывать, создавать бизнес, казалось бы элементарным открыть банковский счет корпоративный, я сейчас говорю о своих гражданах, да, к которым отношу всех с бывшего Советского Союза, поэтому это очень странно, что абсолютно welcome открывайте компании, но когда дело касается открытия банковского счета, вдруг вам говорят кучу причин, могут даже как бы и не сказать причину, надуманную сказать, но заволокитить вам процесс открытия корпоративного банковского счета, что в принципе парализует всю вашу деятельность. Это вот практика применения, друзья, когда мы говорим на деле одно, в жизни другое, опять же с этим должны иметь в виду, что очень много таких скрытых нюансов, я допустим каждый день в своей работе сталкиваюсь с тем, что люди не совсем понимают, что теория это одно, то есть все, что написано, все, что говорят, все, что может быть где-то люди пиарят, кстати, очень важный момент, если вы слушаете блогеров там у нас, это классно, когда люди делятся полезной информацией, или, например, рассказывают свою практику, но особенность в таком вот, что вам надо учитывать, что эти люди в основном говорят на примере одного-двух удачных или неудачных примеров, это не значит, что вы должны обобщать все, и это будет обязательно с вами, то есть, поэтому, что удачные примеры, это не есть хорошо, потому что вы будете ослеплены, одеты в розовые очки, будете принимать решение неверно. Также неудачные примеры парализуют вас и, возможно, сковывают ваши шансы, вы не используете, поэтому здесь очень важно быть объективным, оставаться. Чем больше информации вы себе вкачиваете порой, вы, наоборот, себе усложняете жизнь. Иногда кажется, что самый осведомленный человек, это который меньше новостей слушает, потому что он уже объективно может переварить, еще реальность его не затуманена вот этим всем потоком этой информации, поэтому доверяйте только исключительно официальным источникам. Интуиции своей, кстати, доверяйте, она тоже не просто для вас, это ваш опыт, ваш жизненный, который вам подсказывает на подсознательном уровне, друзья. Ну и обычаи делового оборота, я бы сказала, это у нас очень часто принято, в принципе, там, ну, в частности, в обычаи делового оборота, друзья, это у нас отношения друг к другу в работе проявляются, у нас какие-то клише ставят на определенные национальности, поведенческие, как бы, это очень много, я бы ушла туда в теорию, рассказала вам, ну, давайте лучше применимо, конкретно к вам расскажу. Итак, визовые вопросы сказала, что изменили. По недвижимости вы знаете, да, что, друзья, очень, вот, кстати, практика интересная, у меня за последние полгода, за год, наверное, в этом году, вы понимаете, что огромное количество инвестиций в страну, и вообще рынок, настолько сейчас очень интересный рынок, вообще интересное получилось положение, наверное, в этой стране, что здесь прямо вот сделки с недвижимостью имеют рекорд. И в этом потоке, разумеется, что есть и обиженные, кому не дали точную информацию, кто ошибся, кто, может быть, где-то вложил, не подумав, да, вы, потому что принимаете эмоциональное решение вложения инвестиций, кто-то, наоборот, продает, кто-то не вник в какие-то риски для себя. Поэтому сейчас на рынке недвижимости, как огромное количество и выгодных, и невыгодных, возможно, это уже не моя тема, но главное, что в моем вопросе, это то, что здесь увеличилось количество, кстати, таких вот недовольных, у кого кейсы, у кого задаток не вернули, кого застройщики ввели в заблуждение относительно, я бы не сказала здесь сами застройщики, возможно, риэлторы вам не донесли или сами не знали, поэтому здесь с этим тоже, друзья, очень внимательно, информация, она имеет свойство, вот, кстати, быть искаженной. Это что касается недвижимости, друзья, тоже есть свои изменения, то есть законодательно ничего не изменилось, как было, так и есть. Единственный вопрос, что в практике уже появились случаи вот именно большего количества, скажем, кейсов в отношении недвижимого имущества. В отношении законов по компании, как я уже сказала, выше, друзья, пожалуйста, если вы сейчас как бы смотрите мой эфир, знайте, пожалуйста, что, и пусть ваши друзья, знакомые тоже знают, нет необходимости вам навязывать своего какого-то местного агента, брать практически в 90% случаях вы можете открыть компанию без наличия местного спонсора в мейнлэнд-компаниях. Почему я это сейчас говорю? У меня вплоть до вчера у меня было на консультации человек, и, кстати, сегодня тоже будет, и у него в лицензии указан агент. Зачем вам агент навязанный местный? Я не совсем понимаю, как это вообще может происходить. Некоторые люди до сих пор продолжают брать себе местного спонсора. Что касается налоговых вопросов, друзья, 5% НДС мы только разобрались, люди. В 2018 году, кстати, он был введен, теперь в следующем году готовьтесь к корпоративному налогу. Он будет в размере 9%, и, как я уже выше говорила, здесь уже будет больше вам внимания уделять всем первичным документам по бухгалтерии. Теперь уже вы в начале, как бы в этой стране, что мне нравится, в начале не будут вас жестко штрафовать, какие-то требования предъявлять. Но в будущем, да, действительно будет такая вот тенденция, что это будет более отслеживаться строго. И, ну, давайте посмотрим, потому что закон еще не опубликовали. Как только его опубликует, обязательно обещаю изучить. Мне самой очень интересно, у меня, кстати же, своя сейчас компания, да, кто не слышал, я открыла свою компанию юридическую из Караеван Партнерс. И в этой связи, конечно, я уже тоже стою на один, скажем, не из позиции уже просто работника, еще и как работодатель, еще и как бизнес-владелец. Мне многие вопросы, процессы тоже самой интересны. Теперь, друзья, что касается всех этих вопросов, законов, задавайте, конечно, интересно, можно на каждом останавливаться. Здесь, смотрите, что вам важно понимать, посыл из этого эфира прямого, что есть теория права, друзья, не путайте ее с практикой применения. Второе, это практика применения. И есть еще скрытые факторы, о которых вы не знаете. Например, вы не в курсе, возможно, что сейчас страна увеличила, скажем, порог вхождения работников. Теперь каждый практически работник, у меня, кстати, где-то есть список, какие позиции, они должны иметь диплом о высшем образовании. Я думаю, что здесь, наверное, кто этим занимается, очень часто сталкивается сейчас отказом на получение рабочей визы. То есть, если работник не имеет высшее образование, впервые приезжает в страну, и его пытаются получить рабочую визу, имейте в виду, что есть риск отказа, потому что у него нет диплома о высшем образовании легализован. Обязательно его цепляйте, обязательно отправляйте, даже если позиция обычного сейлс-менеджера. Потому что сейчас страна такая тенденция, что они хотят людей с хорошим высшим образованием. Возможно, это связано с тем, что в пандемию они осознали, насколько рабочие кадры должны быть. Ну и, в принципе, сейчас есть такая хорошая возможность в страну привлечь высококвалифицированные кадры. Поэтому здесь такой порог увеличен, и имейте свой диплом о высшем образовании легализованный заранее. Это я вам говорю о том, что какие-то есть, возможно, вещи, о которых вы не знаете, не догадываетесь, но это вот скрытые какие-то риски, моменты неявные. И это, собственно, к чему? Теперь, когда вы изучаете информацию по Эмиратам, когда вы хотите вложиться в недвижимость, друзья, когда вы делаете визу, когда вы открываете компанию, учитывайте, что у нас есть теория права. Это то есть все законы, кстати, у меня там есть изменения по законам в Телеграме, если будете подписываться со временем, буду делать сейчас над этим работу. И, кстати, все законы для вас оставлять на одном отдельном канале, конечно, уже, возможно, там будет необходима оплата, потому что я хочу перевести их на русский язык, буду делать отдельно для вас свод всех законов, которые касаются той или иной сферы. Итак, имейте в виду, что законы – это одно, как их применяют на практике – это другое, то есть одно может быть написано, а в практике это чуть-чуть другое. Это на вас непосредственно влияет, друзья, поэтому вы должны с этим иметь дело, и как бы я вам сейчас, кстати, скажу, как бы вам действовать в таких условиях, и у нас есть обычаи делового оборота. Вы не можете игнорировать, конечно, мы все слышали, что со своим уставом не лезешь в чужой монастырь, и вот здесь вы должны учитывать все эти факторы. Теперь эфиры не буду затягивать, если есть какие-то точечные вопросы, можете прямо, если какие-то информации вам интересно, приходите отдельно на консультацию, будем сидеть с вашими документами разбираться. Если вы мне задаете общие вопросы, друзья, имейте в виду, что я не могу себе позволить отвечать, вы же ждете от меня общую подробную информацию по вашей ситуации, а тут опять же нужно учитывать все ваши моменты, анализ проводить, документы в вашей ситуации, ваших потребностей, поэтому не задавайте никому в принципе в социальных сетях общую информацию. У них своя практика, у вас своя. Это как приходить к доктору и спрашивать, а как мне лечиться, извините, у вас анамнез вообще другой. Может быть у вас история, у вас все-все-все другое может быть, да, вот доктору уже вы не сможете одному и тому же человеку одни и те же лекарства прописывать. Примерно то же самое в юридической профессии. Вы не надо клише, все, что подходит одному, не подходит другому. В частых случаях бывает, да, все нормально, в 90% случаях. Но чтобы быть точно уверенными, здесь, конечно, нужно смотреть и документы, и ваши отдельно изучать. Ладно, это я к чему? Это вы сами можете по себе изучить, друзья. Первое. Изучите информацию из официальных источников и учитывайте практику. Для этого вам надо смотреть различные источники и не всем доверять. То есть не доверяйте источникам, потому что это может быть чья-то отдельная практика, один-два вопроса. Это не то, что кто-то сидит, статистикой занимается, и вам говорит, все без проблем откроют, все без проблем вам сделают, или наоборот, там везде все страшно, все проблемно. Поэтому не доверяйте слухам, перепроверяйте. Ну, извините, вы едете в одну из самых дорогих стран, вы не можете себе позволить ошибаться. Нельзя расходовать деньги, время, инвестировать непонятно куда. Не делайте скоропостижных решений, особенно в этот период. Сейчас, когда меняются законы, когда вот эта турбулентность, непонятная политическая обстановка бывает влияет на вас, вы эмоционально тоже может быть напряжены. Поэтому не нужно в такой момент делать для себя какие-то информацию, там, я не знаю, получили и побежали. Очень часто бывают люди, я часто говорю на консультации, куда вы торопитесь, да, пусть ваши деньги пока у вас лежат, вы, рычаги при вас, как только вы оплатили, вы сами ходите за ними. Очень часто здесь, ой, очень часто я могу сейчас рассказывать, потому что у меня есть очень, не очень хорошие примеры, и меня это возмущает, когда люди думают, ну, как они могут слепо доверять всему, что написали, всему, что сказали. Поэтому посыл такой, друзья, не нужно торопиться, все перепроверяйте, законы, одно дело законы, конечно, понимаете, но очень важно сейчас самим становиться экспертами, самим становиться, самим изучать и не рисковать. Минимальные риски хотелось бы, потому что, тоже, знаете, розовые очки не стоит одевать постоянно. Я надеюсь, что этот эфир вас не, скажем, не охладил от инвестирования в Эмираты. На самом деле, это я бы даже сказала, когда ко мне приходят мои клиенты, и говорят, как вам в этой стране, я говорю, все замечательно. На самом деле, все замечательно. У меня, кстати, есть, сейчас впереди будут видео по поводу, на ютюбе кто не подписался, я вот рассказывала отличия, вот безопасности страны, как правильно понимать безопасность, по каким-то и другим моментам рассказываю. Я сейчас перейду к вашим вопросам, пишите мне свои вопросы, пока у вас есть возможность, потом я боюсь, что я не успею вам отписать. Смотрите, очень важный вопрос, в каких источниках можно смотреть, друзья. Мы не владеем арабским языком, да, поэтому для нас это проблемно. Все вопросы, все законы, все интересные статьи. Недавно с одним журналистом, кстати, разговаривала, с одного очень популярного периодического печатного издания, на ежедневной основе он, кстати. Вот у них вся информация, орган статистики, как я ему позавидовала, потому что она, зная арабский язык, мы бы с вами гораздо больше продвинулись. У нас на английском языке всей информации нету. Первым делом, если вы изучаете какой-то орган, провалитесь вы на его веб-сайт, вы бы найдете какие-то там основные законы по его деятельности. Дозвонитесь, напишите на имейл, как правило, они на звонки не очень отвечают, но когда имейлы, они не игнорируют. Напишите все свои вопросы, все госорганы практически отвечают, в принципе, с этим все нормально. Поэтому отвечаю на ваш вопрос. Где я лично беру? Я подписана на очень систему, она называется LexisNexis, все законы всех персидского региона, вплоть до законов Турции. Зачем, не знаю, у меня эти законы, правда, Турции, но у меня есть эта подписка, она очень дорогая, и это вам не нужно. Это мы подписываем все юридические фирмы. Это на английском языке, там и изменения, и комментарии, и все эти, все законы, подзаконные акты, вы голову сломаете, вы просто имейте в виду, что вам нужно будет перепроверять. Вот, можете разговаривать, кстати, с несколькими лучше разговаривать на место на госорганах. Так, смотрите, сейчас я перехожу к вашим вопросам. Я ответила на один вопрос, где проверять, в каких источниках, друзья. Так, 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 не слышно. Значит, мы срежем просто на YouTube, когда будем выкладывать то, что не слышно было. Спасибо всем, кто был со мной все это время. Если заехал в УАЮ, после четвертого разрешено находиться тут 30 или 60 дней. Вы знаете, очень интересный вопрос. Во-первых, какое у вас гражданство страны? 60 дней. 60 дней можно сейчас находиться. Они сделали для всех вот эту возможность. Но если у вас страна, где вы дольше находились, то закон, он же не усложняет ваше положение, он облегчает, то есть он в лучшую сторону принят. Поэтому вот этот момент уточните еще раз лучше на всякий случай в иммиграционной службе по своему гражданству своей страны. В каких источниках смотреть, я вам ответила. По поводу мошенников, которые отправляют смс от имени полиции и звонят периодически. Друзья, интересный вопрос, кстати. Я сама получаю в день несколько раз сообщения, какие-нибудь звонки. Можете не тратить свое время, просто вешайте трубку, потому что с этим невозможно бороться в плане того, что ваши номера, когда вы их даете в какие-нибудь госорганизации, регистрируетесь, они сразу попадают в базу данных, которую продают. Соответственно, как только есть какой-то живой номер, вы для них какой-то лид потенциальный, кому можно продать. И это и мошенники могут купить, поэтому с этим ничего не сделать, друзья. Вы просто игнорируйте, блокируйте, нервы себе не тратьте. Можно на этом просто потерять уйму массу времени. Якобы я оставляла у них справку, хотя не было таков, зачем постоянно звонили на телефон месту, но я не ответила. Ну, здесь опять же, если вам звонят, вы можете этот номер дать полиции. Обратитесь к полиции, они вам поставят, кстати, на этот телефон, на уорнинг и так далее. Кстати, очень важный вопрос, друзья, в этой связи не давайте свои телефонные номера никому. Вот бывает, смотрите, очень часто вы по доброте душевной, купи за меня местный номер. Вы взяли своему другу, брату, свату, купили номер какой-то на ваше имя, а с этого номера начали делать вот такие звонки. Кто его знает, кто там да как, какие мошеннические. Ваш номер привязан к вашей личности. Если этот номер, он можно столько дел наворотить, вы можете утепить, можно доверенность получить по этому номеру от вашего лица. то есть юридически ваш номер телефона это ваша электронная цифровая подпись в каком-то смысле, потому что приходят на вам какие-то УТП номера, логин, пароль. Здесь можно столько дел наворотить, потому что ваш номер телефона привязан к вашему, к вашей личности, к вашему ID. Когда я хожу в полицию, кстати, я вижу по номеру телефона, мы сразу видим фотографию человека, что и как, где. Ну, я к тому, что здесь вы везде под наблюдением, и когда вы свой номер отдаете, вы потом не можете сказать, это не мой номер, это я не виновата, это вообще не моя регистрация, там это в лучшем случае, там звонки будут делать, а бывает там и компанию зарегистрировать, еще что-то могут. Да, значит, вот они продали в салоне красоты в базе, все может быть. Вот когда вам говорят, еще знаете, типа у нас такая акция, подпишитесь, там везде, везде, даже в государственных органах вы отдадите свой номер, и первым делом попадаете в какую-то базу данных, которую продадут. Друзья, это я завершаю свой прямой эфир, спасибо всем большое за внимание, смотрите, подписывайтесь, и будьте в курсе всех изменений, берегите себя, надеюсь на то, что ваш здравый смысл возьмет верх, не нужно сейчас торопиться, это особенно это время. Да, 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 друзья, я еще не проверяла по поводу шесть дней для граждан Казахстана, мне само интересно, опять же, как я сказала, существует закон, который распространяется на всех, в теории права, дошло ли это реально до того иммиграционного офицера, который ставит штамп на въезде, и все ли это будет гладко, я лично сейчас не проверял, этот закон вышел буквально на днях, и будем, кстати, вот это тоже один из нюансов в этой стране, закон выйдет, а пока здесь пойдет исполнение, у меня так было по бракосочетанию, брака этим, когда незаконно рожденные дети, да, когда мы говорим без отца, без регистрации брака, там в министерстве приняли это решение, пока простая клиника, поликлиник поняла, что можно выдавать ребенку свидетельство о рождении без отца, это прошло несколько месяцев, пока до них, до круга этого дошло, что исключили из-под законного акта в самой больничке, чтобы требование свидетельства о регистрации брака, я почему этот пример привожу, что если вы рассчитываете, что как только вот этот местный офицер в иммиграции, все до него дошло, и вы можете, перепроверяйте, перепроверяйте, уточняйте на месте, это потому что не всегда до них доходит, и с момента, как приняли закон, с момента, как его исполняют, проходит какой-то определенный период, пока это все устаканится. Вам нужно в иммиграции проверить, друзья, если вы хотите по 60 дней, если вы вот сейчас прям выезжаете, или вы сейчас остаетесь, идите в центральное управление иммиграции Аль-Джофлия со своим паспортом, скажите, ну это я вам говорю, такой самый простой способ, вообще-то на самом деле у нас существует система онлайн регистрации в этой иммиграционной, это я вам долго, это кстати нужно тоже отдельно попробовать потом вам записать видео, как вам можно будет онлайн самим делать, у нас много вещей можно сделать онлайн, но если вы хотите сейчас быстрый способ, идите в иммиграцию головной Аль-Джофлия, покажите свой паспорт и узнаете, как это все, вот сколько мне дней осталось, на самом деле, эти, кто турфирмой занимается, они тоже в систему вводят, ваш UID number, можно посмотреть, какая у вас виза и так далее, кстати по визам тоже интересный вопрос, потом расскажу, в общем не все в одном эфире, все, спасибо вам, друзья, за внимание, сохраняю это на ютюбе, и на мой ютюб тоже подписывайтесь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok